И мы встретили одного предного, и он такой, знаете, сбитый, такой крепкий, такой мощный, такое лицо у него волевое, в шрамах такой есть, на голове шрамы какие-то. Вот, оказывается, он офицер, и он в звании капитан, и он является заместителем, командиром отдельной штурмовой роты, и он рассказывал интересные вещи. Он говорит, и на этой, и на той стороне все молятся, говорит. Я говорю, откуда ты знаешь, что молятся на той стороне? А мы говорим, идем в атаку, и кто-то кричит, Христос воскрес, а с той стороны, воистину воскрес, и тра-та-та-та-та-та. Я, говорит, кричу, Харе Кришна, с той стороны, Харе Рама, тра-та-та-та-та. Все, говорит, верующие, говорит, ни одного, говорит, человека нет, кто бы, говорит, не молился, все, говорит, молятся. То есть, вот смотрите, что происходит, людей, вот такие, такие стряски заставляют действительно вспоминать, вспоминать про Бога. И не все молятся, кто там, кто Аллаху молится, кто молится Христу, кто-то молится Будде, мы Кришне молимся, говорит. Все молятся, ни одного, говорит, я ни одного не знал, говорит, чтобы кто-то, говорит, не молился. И постоянно свои какие-то образа, вот он, например, в окопе сидит, в окопе сидит, ему отстреливаться надо, он прям образ какой-то ставит, там, Божьей Матери, там, например, или Иисуса Христа, например, или еще что. И прям перед ним вот это вот, то есть, если человека убивают, то это, ну, как бы, при благоприятных, при благоприятных обстоятельствах. Однажды он говорит, мы с двумя, с двумя какими-то молодыми солдатами остались в окопе втроем, и нас начал поливать град, а град, когда поливает, то там живого места не остается. Они просто берут территорию, территорию берут, и туда летят ракеты, и все взрывается, взрывается, и все. И они понимают, что все, им конец. И он им говорит, повторяйте, говорит, Харе Кришна вместе со мной. Вот, и они начали повторять Харе Кришна. Несколько часов была вот такая вот бомбежка страшная. Там просто, понимаете, даже если в тебя ничего не попало, можно просто тебя контузить могло, там, ты оглохнуть мог, там, ослепнуть мог и так далее. И они, мы говорим, три часа мы повторяли Харе Кришна. И ни одной царапины, ни одной царапины. Хотя потом вылезли, там живого места не было, все в воронках было вообще. Вот что делает Святое Имя. Насколько могущественно Святое, насколько могущественно Святое, Святое Имя. А, еще интересно он рассказывает. Он рассказывает, что все, кто идут в бой, Кришна устраивает так, что никто не ест мясо вообще. Вообще никто. Я говорю, а как так? Как, почему они не едят? Он говорит, дело в том, что пять дней, говорит, мы на передовой, мы воюем. И потом пять дней мы в лагерях приходим в себя, там, стираемся, отдыхаем, отсыпаемся и так далее. И нужно все брать, когда мы на передовую, все нужно брать с собой. В том числе еду им выдают паек. И мясные консервы, они тяжелые, их тяжело таскать. И поэтому их никто не берет, мясные консервы, представляете? И в основном, говорит, мы едим что? Мы едим сухую картошку, порошок берем. Там в день выдается пол-литра воды, выдается. Вот нужно вот с этим пол-литра, я, говорит, эту картошку развожу. Развожу. Потом что берут? Зеленый горошек берут, кукуруза берут. И гречку берут. О, гречку берут. Мы, говорит, берем гречку. И мы просто берем, например, огонь разводить опасно, потому что летают беспилотники, они сразу на огонь реагируют, и сразу бомбить начинают, сразу туда бомбы летят. И поэтому огонь нам разрешать нельзя, костры мы не жгем. То есть горячую пищу готовить не можем. И мы, говорит, просто берем, берем эту гречку и замачиваем ее водой. И она стоит какое-то время, несколько часов. Потом мы ее солим, говорит, и вот едим. Вот так вот, то есть нам аскетично достаточно. Очень, очень аскетично. И все на боевой, смотрите, на боевой все вегетарианцы, причем пить им не дают, следят, чтобы наркотиков не было. Если наркотики заметят, он говорит, то вплоть до расстрела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...